Что сейчас, спустя два месяца, прошло с момента выборов, были ли какие-то административные дела, были ли какие-то уголовные дела по вашим искам, или хотя бы какая-то реакция в ответ на те замечания, которые вы сделали в ходе выборов? Хорошо, будем говорить о Капкировской области? На самом деле, в данном случае на декабрьских выборах претензий уже к участковой обладательной комиссии, территориальной обладательной комиссии и обладательной комиссии было гораздо меньше. То есть, видимо, опыт мартовских выборов и препятствия, которые были в марте созданы 2011 года для работы Ассоциации «Голос» были учтены, сделаны определенные выводы все-таки, но два человека были привлечены, два председательского обладательной комиссии были привлечены к административной ответственности за нарушение обладательного законодательства, и год они перестали работать в обладательной комиссии. Соответственно, в декабре 2011 года на декабрьских выборах «Голос» уже было легче работать, правда, появился еще такой, скажем так, момент, что правоохранительные органы стали больше обращать внимание на работу Ассоциации «Голоса». Если избирательные комиссии уже смирились с тем, что «Голос» появился и работает, то правоохранительные органы с этим, видимо, не смирились, потому что была определенная наказчика из федерального центра. Были инциденты на участках, то, что председатель участковой избирательной комиссии моих корреспондентов все допускает. Надо уточнить, не все, может быть, знают, что члены Ассоциации «Голос» для того, чтобы работать на избирательных комиссиях, регистрируются как корреспонденты газеты? Тогда да. У нас есть газета «Гражданский голос», Ассоциация «Голос» является усилителем этой газеты. Соответственно, журналисты имеют право находиться на избирательном участке, контролировать все процедуры на избирательном участке и смотреть, и снимать свет на видеофото. Соответственно, мы этими возможностями пользуемся, в том числе и обучаем наших ребят избирательного законодательства, и плюс требуем написать какие-то впечатления, чтобы была лиственная журналистская работа. Соответственно, сотрудниками лица на избирательных участках в день голосования 4 декабря были различные инциденты о том, что наших участников на бледене за выборами, за выборами допускают на избирательный участок, председатель комиссии допускают участковый, все нормально, никаких вопросов за стороны избирательной комиссии нет. Сотрудники полиции начинают предъявлять необоснованные претензии, что вы не можете находиться на избирательном участке. Председателю участковой избирательной комиссии в ультимативной форме оставляется требование удалить этого журналиста с избирательного участка и так далее. Писали ли вы жалобы в прокуратуру? Таких инцидентов было зафиксировано в момент 3 на различных участках города Кирова. Сейчас, собственно говоря, с каждым уже журналистом, в отношении которого было проведено такое давление на избирательных участках, собственно, проведена беседа и было составлено письмо в УВД Кировской области о том, что в дальнейшем на мартовских выборах такого давления не оказывалось. Что касается камер и прозрачных уровней, это как-то способно сделать выборы более прозрачными? Значит, что касается видеокамер, понятно, что видеокамеры будут устанавливать, во-первых, 2 штуки на каждом избирательном участке для обзора всего помещения и в течение дня, как будут выдаваться, значит, еще эти при обзоре всего помещения и надурные. И надурные, да. Но тут уже момент такой, что понятно, что, может быть, таких откровенных вбросов и не будет, но если все узнать, что было в Орлове у нас, да, когда там было обнаружено, что людям выдавали бюллетени уже заполненные за Единую Россию, и вот и все. Какой тут вброс? Ну, выдавят бабушки бюллетени, обнаружат, что уже галочка есть. Поставит она галочку за другую партию, но бюллетень, значит, недействителен. А если галочку не поставят, значит, проголосовало за Единую Россию. Ну, какой-то сброс тут нет. Ну, сбросов, и что? То есть, и, собственно говоря, вот эти вот все технологии сброса там, они уже более устаревшие, они уже более, скажем, отходящие, потому что, ну, это чисто, как бы, пайло, ну, это нехорошо использовать. А что сейчас используется? Что относится к своему? В России было самым популярным переписывание протоколов участковых избавших комиссий. По Кировской области переписывание протоколов с искажением данных в протоколах и газ-выборах не было зафиксировано ни партиями, ни нами. Бывали проблемы с поиском людей, необходимого количества людей для работы на участках, и как эта проблема будет решаться сейчас с созданием комитета за честные выборы? Будете ли вы, то есть, вот, ты в едином лице там и от комитета, и от движения «Голос» набирать желающих? Много ли есть этих желающих уже на сегодня? Сможете ли вы заградить все избирательные участки, хотя бы в городе Кирове? Очень скажу так. На этих выборах позиции комитета и ассоциации «Голос» то есть, что наблюдатель должен работать, собственно говоря, бесплатно, вот так вот, потому что он... А до этого была какая-то оплата? Да, в «Голос» была оплата, да, за работу по наблюдаю выбора. Ну, учел человек за работу в день? Порядка тысячи рублей. Почти как наблюдатель. Ну да, то есть, но работа была сложная, то есть, надо было и блокнот заполнить наблюдателя, и журналистскую статью написать, то есть, нужно было принять какие-то, скажем так, возможности для того, чтобы статья была и там еще. То есть, конечно, непростой деньги получают. Вот так вот. Значит, позиции комитета и ассоциации «Голос», что на этих выборах наблюдатели работают бесплатно у нас. Если же комитет, ну, комитет немножко другой профиль, работает, нужно понимать, если же комитет направляет, обучает наблюдателей, направляет его в партию для работы, то, как по договоренности с партией, этот человек за работу получит там, сколько партия платит наблюдателю, вот и все. Более того, мы сейчас стараемся наших наблюдателей, во-первых, обучить, и, во-вторых, кто обратится в январе, направить их в территориальную избирательную комиссию с протоколами собрания избирателей по месту жительства, по месту учебы и так далее. То есть, таким образом можно попасть в участковую избирательную комиссию с правом решающего «Голоса». Вот так вот. С кем из партий вы сотрудничаете в плане подготовки наблюдателей для них? Сейчас подтверждено, собственно говоря, сотрудничество с такими партиями, как КПРФ, «Справедливая Россия», партия «Яблоко», то есть мы с ними будем продолжать сотрудничать. Нам бы хотелось в предстоящих выборах сотрудничать оперативно и с ЛДПР, и с правым делом, и, конечно, со штабом кандидата в президенты, который уже образован в Кирове, это Прохоров. На сегодняшний день много желающих? Значит, нужно учесть, что сейчас по городу Кирова, наверное, видели баннеры за честные выборы, без революции, к сожалению, это не баннеры комитета за честные выборы, это какая-то, скажем так, сторонняя сила, хочет оттянуть тех людей, которые могли бы наблюдать на выборах на избирательных участках. Даже так, то есть это в контуре, наверное, в вашем комитете? Да, это препятствие работы нашему комитету. Мы это рассматриваем, по крайней мере, вот так. Но, по крайней мере, сейчас есть уже около 30 человек, которые готовы наблюдать за выборами по городу Кирова. Значит, это, я считаю, пока нормально. Я надеюсь, что, в принципе, количество желающих увеличится, потому что у нас есть контактный телефон, он, в принципе, сейчас уже распространяется на листовках по всему городу, и люди будут просто обращаться к нам по этому телефону, по контактному. Скажу по срубежному финансированию Ассоциации «Голос». Да, не секрет, что Ассоциация «Голос» выживает за счет того, что работают на международные гранты. Почему такой крен был выбран и осознанно сделан Ассоциация «Голос» в начале 2000-х годов, в середине 2000-х годов, потому что российское государство отказалось от того, чтобы поддерживать некоммерческие организации, в частности, правозащитные, и те, которые выступают за честность и открытость выбор. Которые не созданы органами власти для, скажем так, для изящного фасада. То есть те организации, которые созданы для изящного фасада, то есть те и получают и государственную поддержку, и, между прочим, не гнушаются и зарубежными грантами. А что это за организации были? Ассоциация «Голос» пропагандирует свои принципы, начиная с своего создания, то есть с 2000-х годов. Ты имел в виду, опять же, Ассоциацию «Голос», которая могла бы получать и гранты России. Конечно, но просто Ассоциация «Голос» всегда участвует и в грантах, и общественной палаты, и других фондов, российских, которые готовы предоставлять деньги для некоммерческой деятельности. Но Ассоциация «Голос» почему-то все, что можно, проигрывает в России все эти конкурсы, а западные конкурсы, которые там гораздо сложнее, объективнее и требований гораздо больше, плюс еще, учитывая и бухгалтерское законодательство российское, то есть там отчитаться, что по гранту это нужно, как поработать, чтобы было бы гораздо легче, если был бы грант российский. Вот и все. То Ассоциация «Голос» легче получает международная гранта. Но еще хочу заметить, почему именно Ассоциация «Голос» вынуждена работать на международные гранты. Это именно вынуждена необходимость. Сейчас же ведь почему мы делаем такой вопрос, что сейчас мы на этих выборах работаем без оплаты наблюдателей. Соответственно, если бы партии нормально выполняли свою роль на наблюдение на выборах, то есть не все партии могут обучить достаточное количество наблюдателей, членов избавленной комиссии, совещательным голосом, чтобы мы могли объективно получать от них информацию, что происходит в день голосования на избавленном участке. До тех пор, пока не будет возможности у нас объективную картину представлять себе, что происходит на избавленном участке, день голосования, нам придется направлять своих наблюдателей на избавленном участке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА